здравствуйте дорогие друзья сегодня сюжет наш посвящен баклажанам этот овощ у нас в средней полосе как-то опасаются выращивать считают что это достаточно теплолюбивая культура и нужно очень много усилий прилагать к тому чтобы вырастить их на своем участке на самом деле сейчас существует масса сортов которые уже адаптированы к нашему климату и прекрасно вызревают причем не только в теплицах но даже в открытом грунте на испытательных участках агрофирмы аэлита где мы очень любим бывать вот как раз мы и видели в открытом поле баклажаны безо всяких укрытий даже маленькие пленочные укрытия вот садоводы то имеют возможность их поставить да на какие-то холодные периоды скажем в июне у нас бывает прохладно вот и ставит пленочные укрытия на дуги на эти баклажаны а в поле там ничего такого нет так вот прекрасные созревали плоды и причем очень рано и мы могли в этом убедиться и вы тоже на фотографиях посмотрите что это полновесные хорошие баклажанчики и урожай тоже радует так вот я сегодня вам назову 15 сортов баклажанов которые с успехом можно выращивать у нас средней полосе вот я здесь их у себя положила и сейчас я буду о них рассказывать постараюсь каратенечко потому что всю информацию можно получить на обратной стороне упаковки там все характеристики самые главные вынесены и сколько проходит дней от посадки рассады до созревания плодов и вот эти сорта и гибриды они успевают у нас прекрасно отдать урожай и много баклажанов созревает я выращиваю их у себя в теплице и тоже были ролики где вы могли видеть какой урожай созревает я прямо при вас это все срезала набирала полностью тазик и вот когда много таких плодов можно сделать баклажановую икру а мы с вами сегодня будем мариновать баклажаны по типу плечи и вот я уже их нарезала к сожалению они очень быстро темнеют на открытом воздухе да но вы знаете такое свойство баклажанов чтобы немножко ускорить процесс и так с чего я начну конечно с тех сортов которые уже давно полюбились нашим огородникам и которые уже очень хорошо себя зарекомендовали вот смотрите это алмаз и это робин гуд алмаз это вообще первые баклажаны которые я начала выращивать на своем участке как-то я тоже сначала вот побаивалась помидорки перчики да вот баклажаны думаю наверное у меня не получится ничего и мне потом одна хорошая знакомая сказала начни с алмазов всегда удается в любое лето завязывается и у меня не было тогда еще большой теплицы были только вот эти укрытия на дугах прекрасно созрели баклажаны именно вот этот алмаз я теперь всем начинающим садоводам огородникам рекомендую этот алмаз сажайте дальше теперь робин гуд тоже очень-очень многие уже о нем наслышаны прекрасные классические баклажанчики фиолетовые созревают обильный тоже урожай дружная отдача то есть ну просто классика жанра вот этот робин гуд теперь вот еще хочу вам показать вот такие баклажаны которые называются царская икра помните да иван васильевич меняет профессию а это икра заморская баклажанная вот наверное оттуда вот еще два сорта я вам такие хочу назвать это разбойник и дракоша они похожи друг на друга по форме плодов и это очень скороспелые сорта всего 95 100 суток от всходов до появления до созревания уже плодов и вот как раз разбойник то я видела в открытом грунте в нижегородской области вот в это надо сказать неласковое лето 2020 года прекрасные баклажаны созревали полновесные красивые глянцевые и урожай тоже очень-очень радовал вот пожалуйста тоже попробуйте посадить понравится еще два тоже сорта я объединила за похожесть в названии хотя у них разные совершенно плоды это черный великан и черный красавец вот черный красавец это просто уже такой знаете наверное народный сорт стал потому что люди его друг другу уже рекомендуют тоже удаются всегда эти баклажаны слышала как-то в очереди люди стояли за семенами кто-то не знал какие баклажаны выбрать но понятное дело да глаза разбегаются смотрите их сколько так вот одна женщина сказала берите черной красавицы другая ее тоже поддержала да очень хороший сорт так что пожалуйста а черный великан это гибрид вот f1 у него тут написан и несмотря на то что такое название великан крупноплодный да казалось бы он долго должен созревать вот он тоже был в открытом грунте представляете то есть даже такие крупноплодные в открытом грунте прекрасно созревают в отличие от тех крупняков это вот баклажанчики со средним и с маленьким размером плодов в общем-то это такие новиночки они еще пока у нас мало встречаются на наших грядках это патиомалыши и пучковые семейства вот эти патиомалыши они очень хорошо подходят для того чтобы сажать их в какие-то контейнеры в горшки и можно их выращивать как на окне на балконе или вот как именно патио зона да где какая-то площадочка может быть замощены вы туда в контейнерах ставите или цветы или вот такие овощные культуры которые тоже очень очень красиво и декоративно смотрятся и созревает масса вот таких хорошеньких плодиков они выглядят ну просто как игрушки глянцевые красивые то есть попробуйте пожалуйста посадить кстати нам вот говорят что вы всегда рассказываете про семена для огородных грядок да нету людей сада огорода но тем не менее вырастить то что-то хочется вот пожалуйста на лоджии на балконе прекрасно будут у вас созревать эти чудесные баклажанчики а пучковые семейства это вот тоже новый гибрид он так назван за то что у него плоды созревают именно такими букетиками пучками как есть пучковые огурцы вот теперь есть у нас пучковые баклажаны это так интересно прям гроздочка такая висит и вообще куст очень красиво смотрится в пору цветений когда вот целый букетик сразу там раскрывается этих цветочков а посмотрите плодики то в общем-то не маленькие да то есть это такой замечательный гибрид который урожаем своим точно вас порадует боярин ну это тоже классика жара смотрите какие аккуратные хорошие плоды достаточно крупные тут и говорить особо нечего про этот баклажан вот это то к чему мы всегда все привыкли синенькие как они называются да хотя вот очень очень темная окраска почти черные баклажаны а вот эти полосатенькие очень красивые и на кустах они смотрятся так вообще оригинально жаль прям даже срывать бывает но думаешь пускай еще немножечко повисит покрасуется называется это полосатая семейка и заморский полосатик очень красивые и очень вкусные баклажаны а вот этот заморский полосатик вообще может вырастать до 500 граммов следующий у нас идет это белая груша вот такой баклажан и смесь где тоже присутствуют белые баклажаны а в этой смеси у нас аж 4 сорта и тоже они каждый сам по себе очень очень хорошие здесь вот это белая груша до 200 граммов а есть снежок еще белый тоже баклажан он кстати вот в эту смесь входит там мне кажется даже и покрупнее плоды созревают они прям большенькие такие и у них замечательная особенность вот когда мы их готовили кстати вот прям с грядки там на сорта испытательных участках аэлиты сорвали тут же приготовили буквально за 15 минут это вкус грибов вот если бы я не знала что это баклажаны мне бы дали с закрытыми глазами попробовать я бы точно сказала что это жареные белые грибы вот пожалуйста сажайте если у кого-то ну немного места да в саду а хочется побольше сортов посадить купили такой пакетик и получили сразу 4 замечательных сорта вот дорогие друзья сколько я вам назвала сортов и гибридов еще раз повторюсь что можно это все с успехом выращивать сейчас мы быстренько с вами сделаем такой рецепт я уже показывала что у нас нарезанные баклажаны есть вот это сорт который еще называется касатка я вам его не назвала но вот такие чудесные баклажаны и эти баклажанчики я был уже начала тоже резать думаю а в кадре то мне чего будет но смотрите вот мелкие зернышки здесь есть советует вообще такие молоденькие молоденькие баклажанчики брать для того чтобы они совсем нежные были мне все-таки нравится когда там хрустиночка вот от этих зернышек присутствует так что вот смотрите какие красивые мы тоже сейчас туда добавим естественно помидоры поскольку мы будем делать типа лечо это значит мы будем заливать томатным соком можно добавлять лук по вкусу кому как нравится кто-то любит с луком а кто-то не очень я вам просто показываю что это можно делать и лучок мы уже нарезали тоже вот он у нас такой красивый красненький естественно чеснок специи я здесь подготовила вот такую смесь у меня здесь душистый горошек гвоздика лаврушка а вот эти вот листочки сухие а я всегда их храню они меня круглый год есть это любисток как-нибудь тоже мы о нем расскажем ну и опять же по желанию смотрите это вот такие перчики остренькие и тоже фирма аэлита а собран то они дорогие друзья вот с таких горшечных перчиков что о них надо сказать они бывают разные по остроте и эта острота во многом зависит от освещенности если освещенность у вас хорошая вот этой остроты в этих маленьких перчиков будет больше поэтому прежде чем класть вы пожалуйста попробуйте сколько этих перчишек туда надо если острота не очень сильная то можно и два положить а если очень остренькие перчики тогда вот один кладите а может быть даже и половиночку ну что ж семена мы убираем в сторону и будем готовить мы разрезаем наш последний оставшийся баклажан смотрите какой он беленький красивый вот жаль что вот так темнеют они но ничего страшного когда они в банке уже готовы они очень очень даже вкусные мы произвольно их нарезаем на кусочки и вот таким образом у нас все баклажанчики будут порезаны там у нас кипятится вода с крышками точнее крышки в воде которыми мы будем закрывать наши баклажаны продолжаем нарезать баклажанчики еще я вам хотела напомнить что можно добавлять укроп петрушку все что вы такое любите для аромата и кстати сказать если зелени нет под рукой да то вот укропные семечки можно например добавить они тоже очень очень хороший аромат отдают и будет у вас такая прекрасная ароматная заливочка до маринад чудесный вот таким образом у нас получилось целая мисочка я намеренно ничего не взвешиваю не знаю сколько у меня здесь и мы будем заливать это все томатным соком вот смотрите дорогие друзья вот это количество баклажанов заливается всего вот таким количеством томатного сока 0 5 литра почему именно такое количество я взяла да просто потому что отмерять удобно соль и сахар на литр на пол-литра на полтора литра рецепт он дается на 1 литр так вот на 1 литр это две ложки соли без горки и одна ложка сахара у нас здесь вот есть соль и посмотрите как я ее отмеряю я беру эту ложечку вот таким образом да и пальчиком прям вот так выравниваю вот это получается у нас без горки и понятное дело что у нас пойдет в кастрюльку всего одна такая столовая ложка а сахар как возьмем вот это половиночка сахара будет у нас и пойдут тоже специи мы это сейчас все положим в кастрюльку и зальем вот этим томатным соком сначала может показаться что его очень мало и даже не хватает но когда у нас пойдет нагрев баклажанчики начнут оседать они же мягкие будут да то как раз вы увидите что все у вас достаточно и когда это все прокипит где-то минуточек десять больше не надо я встречала рецепты где говорят 30-40 минут готовить баклажан да не нужно столько вот они размякли хорошо и этого достаточно так вот они 10 минуточек прокипели и мы будем их раскладывать вот в такие пол-литровые баночки как я стерилизую банки смотрите дорогие друзья очень очень простая стерилизация я заливаю кипятком вот у меня только-только скипел чайник постояли достаточно 30 секунд и все я здесь на подносике чтобы не дай бог если лопнет баночка чтобы меня это все не растеклось и вот самая простая стерилизация и очень очень быстро поверьте вот с таким подходом ничего у меня не взрывается и мои заготовочки очень хорошо стоят и так отправляем все это в кастрюлю и будем готовить прошло положенное время у нас подготовились наши баклажанчики хорошо прокипели и теперь мы раскладываем это в баночку вот такая получилась симпатичная заготовочка кстати сказать дорогие друзья вот это рецепт который можно изменять по собственному усмотрению туда можно добавлять все что вам нравится и чуть-чуть морковки и болгарского перчика и побольше чеснока положить то есть вот например не 3-4 зубчика как я говорила а положите все 8 9 чтобы было прям так остренько можно положить побольше кинзы и у вас каждый раз будет новый какой-то вкус дальше мы сейчас быстренько это все закрутим перед этим не забыть конечно уксус а то что однажды я вот так же на камеру делала и вот уксуса надо совсем чуть-чуть у меня уже по моему достаточно количество вы вылилось но в общем вот эта кофейная ложечка ее буквально даже надо не целую вот так вот и дальше закатываем крышкой которую нас прокипела вот и все вот такая заготовка стоит замечательно никакого даже холодильника не нужно там все горячее мы разложили горячие в стерильные банки положили это уксусные эссенции у нас вот эта кофейная ложечка пускай даже не полная но этого вполне достаточно чтобы эта консервация у нас хорошо хранилась и вот собственно говоря вы можете даже и соль и сахар тоже класть по своему вкусу например кто-то любит послаще тогда на литр кладите две ложки соли и две ложки сахара я положила две ложки соли и одну ложку сахара на литр как вы видели всего-то было половиночка литра нашего томатного сока и вот у нас будет такой именно вкус следующий момент еще на что я хочу обратить внимание если вы не знаете не уверены боитесь что у вас этого количество томатного сока не хватит делайте на литр расчет на литр то есть взяли литр томатного сока и вылили в то количество баклажанов которые у вас есть и что при этом получается у вас просто какое-то количество вот этой ушки вот этого бульончика останется куда его можно использовать все что угодно там можно замариновать есть у вас кабачок порезали кабачок остаточками залили и все прекрасно есть у вас вот такие маленькие помидорки да их можно сделать как помидоры в собственном соку но у вас уже будет это не просто помидорный такой сок а именно вот с отваром баклажанов более насыщенный то есть это пожалуйста у вас ничего не пропадет дальше вы уже набьете руку будете примерно видеть сколько у вас баклажанов сколько у вас томатного сока будете понимать вот я вам говорю что на эту мисочку которую я вам показала вполне достаточно ниже там не плотно были уложены да поэтому а если вообще вот как мне говорят а у нас не никак не родятся эти баклажаны ну мало и мы их собираем а на зиму очень хочется заготовить вот такой способ не надо ничего взвешивать в килограммах а просто режете и заливаете томатным соком из расчета на 1 литр кладете соль и сахар все вот дорогие друзья такие у нас зимние заготовки вот и тарелочка у нас здесь прям новогодняя елочка вот здесь вот к новогоднему столу вы подадите такую вкусную закуску которые вот я вас уверяю это банка исчезнет в момент и вам еще понравится потом и вы еще будете делать и я вот как уже сказала советую вам попробовать разные компоненты туда добавлять чтобы реально это был какой-то новый вкус и вы подберете так собственный рецепт и так баклажаны в томатном соусе очень быстро очень несложно а сортов сколько много да вот выбирай себе любой из 15 названных которые точно удаются в средней полосе фирма аэлита гарантирует что все созреет и все будет очень вкусно